Нихао гайз, с вами Игорь Вест и сейчас я покажу вам топ 7 трюков Resident Evil 2 ремейк, которых ты точно не знал. Если тебе это интересно, то не забудь подписаться на канал и погнали смотреть. Перед началом ролика я бы хотел обратить ваше внимание на магазин игр Steam Buy. В этом магазине вы можете купить игры, которые продаются в стиме с значительной скидкой, потому что нет этой самой конвертации в вашу местную валюту. И я, допустим, когда покупал Resident Evil 2, я купил его здесь. В два раза дешевле, чем в стиме. В два. Вы представляете, насколько это большая экономия. Так что не тупи и переходи по ссылке в описании. Магазин Steam Buy. Дешевые игры. Первый трюк – это использование прицела во время подъема и спуска по лестницам. Механика движения по лестнице отличается от обычной механики движения по плоскости. Используя прицел, вы заставляете изменять положение ног у модели персонажа, не тормозя саму модель. Поэтому получается передвигаться чуть быстрее, обузя этот трюк. Второй трюк – это поворот на 90 градусов. Стандартной кнопки для этого действия нет. Есть только разворот на 180 градусов, который в большинстве случаев бесполезен, так как имеет задержку при исполнении. А вот используя механику остановки бега, можно сделать четкий поворот на 90 градусов. Плюс ко всему, как и с лестницей, немного ускорится за счет сокращения угла поворота. Исполняется так. С зажатой кнопкой бега вы бежите, держа кнопку вперед. Затем отпускаете кнопку вперед, и в этот момент у вас начинает срабатывать механизм остановки бега. При этом сама кнопка бега все еще зажата. И пока ваша моделька пытается остановиться после бега, вы нажимаете кнопки влево или вправо, тем самым начиная новый бег под ровным углом 90 градусов. Третий трюк – это использование ножа на боссах. Вы скажете, что за фигню он несет. Ты втираешь мне какую-то дичь. Но не тут-то было. Не многие знают, что механика нанесения урона от ножа не постоянно и привязана к вашему фпс. То есть, чем больше у вас фпс, тем больше урона нанесет нож за один удар и также раньше сломается. Поэтому в спидранах есть ограничения на чистоту кадров. В данном случае это 120 фпс. Если вы этого не соблюдаете, то и результат вам не засчитают. Но если у вас не ведро, а настоящий геймерский монстр и за мировыми рекордами вы не гонитесь, то можете поэкспериментировать, выкрутив настройки на минималке. Особо четко это заметно невооруженным глазом на боссах. Для более детального отслеживания урона есть приложение Resident Evil 2 Remake SRTXZ. Ссылка на гитхаб в описании. Четвертый трюк, который использует спидранер, это перекладывание нужных данный момент предметов в первую ячейку. Делается это для того, чтобы не тратить время на поиск предмета в инвентаре, так как при открытии инвентаря первая ячейка всегда выбрана по умолчанию, и вам остается только нажать пробел два раза, либо кнопку действия на геймпаде. Пятый трюк это уклонение от ударов тирана, или мистера икса, в общем кто как называет. Как вы знаете, на протяжении всей игры вас преследует тиран, но не все знают, что на него не обязательно тратить патроны и ресурсы, достаточно просто заивейдить его удар и бежать дальше, тем более, что ходить он может не по всей карте. Делается это так. Стоим на месте с зажатой кнопкой бега. Как только он к вам подойдет и начнет замахиваться, вы нажимаете кнопки назад и вперед, не отпуская кнопку бега, тем самым оказываясь у него за спиной. После чего можно бежать по своим делам, либо повторить комбинацию при новой встрече. Шестой трюк это уклонение от взрослых особей Джи. Тут стоит отметить три поведения особей Джи. Первое, он затаился и ждет. В таких случаях вы подходите к нему на среднее расстояние, делаете выстрел из пистолета, и в момент, когда он вынырнул и махнул своей маленькой ручонкой, вы пробегаете мимо этой самой ручонки. Второй тип поведения это когда особь находится далеко, и она выныривает и начинает стремительно сокращать дистанцию к вам, пытаясь вас схватить. В таком случае самый простой способ это электропушка. Вы сможете в него выстрелить и пробежать мимо. Но что если у вас нет электропушки? Тогда, как только вы заметили, что особь несется на вас, включайте заднюю передачу и разверните камеру так, чтобы было видно его действие. Вечно бежать за вами он не сможет и нырнет. В этот-то момент вы и врубаете переднюю передачу, и проезжаете мимо него. Все как в автошколе. И третий тип поведения это просто неспешно бродящая взрослая особь джи. Она действует двумя способами. Первый, она может разложиться и начать спамить личинок джи. В таком случае вы просто пробегаете мимо в момент раскладки. И второй способ это замах большой рукой в попытках вас схватить. Тут все как с тираном. Жмете кнопку бега и назад вперед. И последний седьмой трюк это трюк с боссами. Не все знают, что не для всех боссов важен урон. Есть боссы на взаимодействие. Такие, например, как мутировавший пиркин в формах джи 4 и джи 5. У джи 4 достаточно уничтожить глаза. Чем быстрее вы их уничтожите, тем быстрее пройдете. Быстрее всего они взрываются гранатами. А джи 5 так вообще пофигу на весь урон. Здесь главное дождаться, когда он сожрет весь вагон и сузит зрачок. После чего благополучно отлетит от двух ударов ножом, которые валяются в предыдущем вагоне. И есть последний тиран в компании Залеона, с которым вообще ничего делать не нужно. В недавнем своем видео я показывал фичу, как можно протянуть время, играя в хоровод с этим самым тираном. Обязательно подпишись на канал и посмотри. Если ты знаешь еще какие-то полезные трюки, фишки, обязательно поделись об этом в комментариях. И если я тебя хоть как-то чем-то удивил в этом видео, жду твой царский лайк. А с вами был Игорь Вест. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok